Привет, меня зовут Лариса, а я и вам. И первая наша локация будет в Банску, зимняя столица Болгарии. Привет, меня зовут Лариса. Здравствуйте, а я и вам. Три года назад я переехала из сибирского города Иркут сюда, в эту страну, и открыла свое маленькое экскурсионное агентство «Аудиогид Болгария». А я около 30 лет назад приехал в Болгарию из Одессы. Я бессарабский болгарин и в качестве историка и опытного экскурсовода для компании Ларисы описал несколько туристических маршрутов. Сегодня мы начинаем новый обзор видео по стране Болгарии. И первая наша локация будет... Городок Банску, зимняя столица Болгарии. Банску получил известность горнолыжного курорта в начале 2000-х. Сегодня это третий самый молодой горный курорт вместе с Помпорово и Боровиц. И многие туристы затрудняются, куда поехать в Болгарию отдыхать зимой. Но Банску выгодно отличается. Это живой традиционный городок у подножья гор, тогда как другие были выстроены в горах специально для нужды отдыха. Банску находится в 150 километрах от столицы. И в зимний сезон аэропорты Ловдива и Софии принимают отдыхающих Банску. Название этого городка происходит от слова «бан», что означает «богатый человек». Наверное, не случайно в годы османского господства местные торговцы славились своей зажиточностью. Городок сам расположен у подножия Перинский гор на юго-западе Болгарии. Сам горный массив Перин находится в списке природных объектов под защитой ЮНЕСКО. А богатство горячих источников, которые окружают Банску, можно приравнивать его к бальнеологическому центру. Ближайшие горячие источники находятся недалеко отсюда, в 5-6 километрах ближайших селах Добреништей и Баня. Банску превратилось в круглогодичный курорт, а это означает и насыщенную культурную жизнь. Здесь проводятся фестивали кукеров, то есть ряженых. Или, например, знаменитый джаз-фестиваль, опера-фестиваль и многие другие. Паисий Хилиндарский родился и вырос в 18 веке в Банску. Став монахом, ученым монахом, он собрал по крупицам факты древней истории Болгарии и написал маленькую книжечку, ставшую первым учебником по истории Болгарии. История славяно-болгарская. Сейчас она хранится в болгарском монастыре Сдуграб в Святом Афоне. Памятник тоже выполнен в стиле открытая книга с раскрытыми страницами. Но есть интересный факт. В 1984 году болгарские разведслужбы подменяют оригинал копии и увозят его в Болгарию. Через 5 лет разразился дипломатический скандал с Грецией, и книгу пришлось вернуть Святой Афон. Содержание этой маленькой книжечки буквально является криком души. Посмотрите текст. Эта фраза была важна в те времена, когда болгаро-славянский язык был запрещен в Османской империи, и болгарская культура была под угрозой исчезновения. Османская родина многих известных художников, просветителей, деятелей искусства. Да, а вот это дом, музей известного болгарского поэта Николы Вапцарова. Мы сейчас находимся с вами в доме музея Николы Вапцарова. Это видный поэт Болгарии. Здесь его родовое гнездо. То есть сейчас на месте этого дома стоит музей. На таких вот деревянных табличках, расчерченных там прямыми линиями, в школах писали мелан. Типа тетрадка? Типа тетрадка такой маленький. Это одна из табличек, на которой учился писать Николы Вапцарова. А здесь у нас свидетельство о крещении. Да, то есть родители его могли позже той крестить самого Николу Вапцарова, потому что времена были трудные. Только в 1919 году, хотя он родился в 1909 году. Да, ну и на стенках представлено интересное панно, историческое панно об истории борьбы этого края за свое освобождение. До 1912 года. Вообще, это болгарская часть Македонии, если можно так сказать, историкой географической зоны Македонии. И род Вапцаровых, и ближайших к ним семейных, родственных кругов, принимали активное участие в этой освободительной борьбе. Визитная карточка Ибанску давно уже стала эта построенная в 1835 году церковь Святой Троицы. Представьте себе, что до конца 19 века, во времена османского господства, она была самой большой в Болгарии. После освобождения выстраивают в Варне категоральный большой храм. И только в 1924 году его по размерам сменяет храм Александра Невского в Софии. Предание донесло до нас интересное сведение об этом храме. В условиях 500-летнего чужеземного господства были введены ограничения на церкви. Их можно было строить только на останках старых храмов. На этом месте в центре села никогда не было храма. Поэтому местные жители воспользовались хитростью. Ночью они закопали крест и икону в нужном месте. После эта ситуация была представлена местным властям как вещая находка останков от якобы старой церкви, что и послужило основанием для получения участка под застройку. И еще к одной хитрости прибегли местные жители. Несколько ночей подряд, тайно от властей, они передвигали колышки, расширяя тем самым границы выделенного участка под застройку. Чтобы разрешить эту создавшуюся конфликтную ситуацию между османскими властями и местными строителями храма, было решено над главным входом в храм возле креста изобразить и полумесяц, символ мусульманской религии. Вот здесь вот это хорошо видно. Крест посерединке, справа и слева полумесяц со звездой. Теперь эта знаменитая церковь входит в список памятников культуры и истории национального значения. Банские торговцы, посещавшие Италию, привезли проект строительства этой церкви. Она напоминает итальянские компанилы, то есть квадратные башни, стоящие отдельно от самой церкви. В результате последней русско-турецкой войны 1877-1878 годов Болгария была освобождена от 500-летнего османского господства. Но Банску и земли юго-западных болгарских земель продолжали оставаться в составе Османской империи до 1912 года. И только силами вооруженных отрядов болгарских патриотов до прихода болгарских регулярных войск во время Первой Балканской войны в 1912 году произошло освобождение и Банску. Одним из руководителей отрядов был Пею Яворов, знаменитый к этому времени уже болгарский поэт. Во время объявления освобождения Банску в этом храме его боевой товарищ на порывах патриотизма решил разбить изображение полумесяца возле креста над главным ходом храма. Но Пею Яворов повелительным жестом остановил его, сказав следующие слова «Не надо разбивать, надо сохранить, потому что это наша история». Кстати говоря, этому знаменитому поэту принадлежит и много других интересов, много стихотворений. Одно из них – это «Армяне», о трагедии армянских беженцев, спасавших свои жизни от турецкого геноцида в начале XX века. А другое стихотворение – стихотворение о любви, поэтическое, красивые глаза. На текст этого стихотворения знаменитая болгарская певица Лилия Иванова поет красивую песню. Я могу даже ее и напеть. Сейчас мы направляемся на обед в один рекомендованный и популярный среди туристов кафе и ресторан «Баба Вума». Кстати, банская кухня, она известна во всей Болгарии. Да и не только в Болгарии. Это очень редкие, колоритные, по-домашнему приготовленные блюда. Кстати, название упоминает о чемлек, кафома, банский старец и много-много другого, чего я ел и чего вообще не пробовал. Может быть, сегодня мы и попробуем здесь. Друзья, к нам присоединилась Лина. Нашли мы ее в фейсбуке, группа «Банску». Группа «Банску», да. Лина проживает здесь, она эксперт, и мы ее попросили, чтобы она немножечко нам показала «Банску» с другой стороны. Меня зовут Элина, я живу в Банске. Я составляю авторские путешествия по Банске и по окрестностям города. Ты давно здесь живешь? Ну, я здесь с 2011 года, но постоянно я живу тут 2 года, где-то, примерно, вот так вот. Ну, ты будешь нашим экспертом. Мы тебя благодарим, что ты присоединилась к нам, покажешь немножечко. Вот мы в каком-то красивом отеле, ты нам здесь забронировала место. Сразу как экспертом, у нас с Иваном вопрос. Почему сюда? Почему ты здесь, да? Ну, я хочу немножечко так опровергнуть репутацию Болгарии, как то, что плохой и низкий сервис, плохие отели. Вот, в частности, сейчас мы находимся в отеле, который называется «Болгария». Вы можете сами увидеть этот интерьер, это твердая четверка, но фактически даже тут можно сказать, что это 5 звезд. Здесь он очень удачно расположен на центральной улице и близко к подъемнику. Есть прекрасные спа-центры, есть термальный бассейн, есть прекрасный спортивный зал и даже виски-бар. В общем, мы сегодня с вами попробуем все. Да, то есть это такое место, где вот накатавшись, вы можете сюда прийти, наслаждаться интерьерами и наслаждаться услугами. То есть ты группа своей сюда селится? Да, я сюда селю, вот у меня тоже будут новогодние группы, они будут отдыхать именно здесь, потому что я гарантированно знаю, что люди останутся довольны. И также владелец этого отеля, он один из самых известных сомелье в Болгарии, у него есть свой винный бар, вот сейчас мы побеседуем, мы пойдем дегустировать вина болгарские. Отлично, вы нас туда отведете? Да, я вас туда отведу, проведу по магазинчикам по нашим Банско, в которых сама практически, вроде бы даже имея возможность ездить куда-то и в европейские столицы. Вот, Ларис, мы сейчас подойдем к моему любимому магазину итальянской одежды, потому что Банско, несмотря на то, что это такой маленький компактный городок, здесь очень неплохо можно одеться. Вот это магазин итальянской одежды, здравейте. Вот, одежда тут есть как таких и малоизвестных брендов, так и известных брендов. Я приятельствую уже с хозяйкой, потому что я тут очень много вещей покупаю, и когда она каждые две недели, заметьте, едет в Италию, привозит, обновляет ассортимент, у нее очень хороший вкус, я даже запрещаю ей звонить, потому что я знаю, что обязательно на что-нибудь разведусь. Если женщины, они всегда хотят что-нибудь купить, мои туристы, когда приезжают, я обведу их именно сюда, потому что здесь гарантированное качество, всегда хороший ассортимент, и очень оригинальные сумки, и еще я считаю, что это лучший магазин в Банско. Вообще в Банско, вот мы сейчас идем, видите, такое ощущение, что улицы пустые, народу нет, да, все закрыто, но это такое обманчивое впечатление, потому что сейчас в Банско вообще круглый год очень много туристов, и сейчас уже даже провели статистику, в прошлом году посчитали, что количество туристов зимних и летних, оно сравнялось. Люди сюда приезжают, они занимаются трейкингом, они гуляют в горах, поднимаются на подъемники, ходят на горные озера. На самом деле самое привлекательное здесь Банско, оно окружено термальными селами, это село Добринище, это село Бани, буквально в пяти километрах влево-вправо от Банско можно купаться в бассейнах, это тоже круглогодично, естественно, те же греки, те же македонцы, и наши, собственно говоря, все сюда стремятся, совмещают полезное с приятным. Мои любимые месяцы в Банско, это апрель-май, когда уже уехали туристы зимние, но снег в горах еще не растаял, и трекинг еще невозможен, потому что там все заснежено. Потом с июня начинают съезжаться туристы, которые ходят на Рильские озера, которые поднимаются здесь у нас, на наши поляны, к нашим озерам ходят. А потом вот такой кайфовый период, это октябрь-ноябрь, когда тоже тихо, вот сейчас как раз тот самый ноябрь, и вы видите, насколько пустынно в Банско, оно очень приятно, я люблю такую камерность, я люблю уют. А кого больше? Русскоговорящих, англоговорящих? Зимой, вообще по сезонам у нас туристы распределяются, в декабре приезжают европейцы, потом начинается январь, это русские, наши вот эти вот длинные каникулы. В феврале приезжают турки, у них детские каникулы у детей, ну и в принципе англичане, румыны, они практически в зимний сезон постоянно. То есть туристы здесь круглый год. И мы точно так же круглый год организовываем экскурсии, потому что возим по таким местам, где в принципе круглогодично все то же самое. Ну мы оставим ссылку двоим, да? То есть люди, которые ходят, ты им организуешь их. Да, да. То есть мы ездим в такие места тоже, поскольку я здесь живу давно, с 2011 года, естественно, что это мои августские туры, какие-то мои эксклюзивные места. То есть если это ванга, то это, конечно, ванга, но она со своими нюансами, она с прекрасными моими тайными местами, где можно вкусно, дешево покушать. Она сочетается у меня обычно с дегустацией вин в хороших частных проверенных винарных. То есть у нас мы все равно привносим в свои экскурсии какой-то такой некий эксклюзив и авторскую такую задумку. Здравейте, казвам се Малин Бистрин. Собственник съм на комплекса, занимавам се с вино и с омелиерство вече над 25 години. Искам да кажа добре дошли на всички гости, на всички туристи в Абанско, всички гости на молерите. Тук може да направите вашата вина на дегустация, да пробвате да усетите българското вино, което по вкус не остъпва ни най-малко, на най-добрите френски и италянски, даже световни образци. Заповядайте, добре дошли! Готилки, който са... 110 лет, пожалуй, остатът на комплекса. Ето го, със сертификата е. Не знам дали ще го видите на камера. Сколько може стои така бутилка вина? Колко струвате? Тя няма цена, защото са около... може би 4 или 5 бутилки във България. Аз я купих преди много години от един винен форум. Беше упредена за тогавашния президент на България като подарък, но той си избра неговата годишна дата, рожденна дата която е и остана за мен е. Купих я, няма аналог, няма сравнение, а виното не е, може би не е годно за пиене. Той е нормално, не е направено във като за стандартите сега, но пък има колекционерна стойност. В 1918 година и 1964 година, което съм сигурен, че е в кондиция, защото съм го пил виното. Има неповторим вкус, той е с туриста ферментация, десертно вино се пада и е подходящо и за бура, и за разговор с приятел, с любим човек пред камината, подходящо за всичко. А сколка дегостация стоят туриста пред утре? Имаме различни, може само на едно вино, може зависи броя на вината, които са започват от 20 лева, това са 10 евро. А дегостация включаете и како ето, с закуско? Да, включва точно за това казваме, има всяка една храна е ориентирана къмто самото вино, за да допринесе и да кореспондира едно с друго. Значи 20 лева, 3 вида вина и с закускай. Наздраве, наздраве на всички и добре дошли отново при нас. Винаги винаги винаги. Това е рубин, това са местни сортове, два местни сорта, рубин и мялнишки. В годините на сорта би създаден този сорт? Да, рубин е създаден в 1949 година, като е кръстосан, два сорта, небиол и ширас. И се получава рубин, който носи генетиката на другите, на френските сортове. Тоест тук няма български ген? Няма, но е кръстосан тук и само тук го има този сорт. Той няма сорт рубин, няма в Франция, няма в Италия. Единия бащата е италянец, майката е макцуза и ували обратното. Ние казваме, че е местен сорт, както и другия мялник, широка мялнишка, който е най-популярния. А това е международния знак на сумелиера, който е? Който е един сребарен потир, в който се слага. Путирта е царковен съд. Който се слага, когато се прави дегустация и е отличителен знак на сумелиера. Служал е на времето за в манастирите, не е имало такива стъклени чаши, не е имало условия. И с него се е взимало от бъчвата, преценявало се е светлината дали е биструта, дали е съзряло развитието на степента на самото вино. И се отпил и по този начин останава в международния формат, остава като символ на сумелиерите. И който е завършил сумелиер, задължително получава международния знак. Имаме една поговорка, която се казва, ден без вино е като ден без слънце. Така че за да иска човек да има слънце, трябва ежедневно да пият. По една чаша задължително всеки ден. Лина, спасибо тебе за сега. Закончили ме его абсолютно счастливими винарни. Спасибо, что приехали. Приезжайте в Банска. Вы не разочаруйтесь. Все контакты Лина ме оставим в наши ссылки внизу. Подписывайтесь и до новых встреч. Спасибо, что выбираете. До свидания, друзья. Пока.